Смотрите сегодня в выпуске. Как изменятся улицы Эдвары Бийска после введения Института региональных операторов по обращению твердых бытовых отходов и сколько будет стоить бийчанам чистота города. По прогнозам экспертов, в 2020 году в Алтайском крае будет образовано 4,8 миллионов тонн мусора, в 2025 году уже 4,9 миллиона. Показатель использования и обезвреживания ТБО к 2025 году должен дорасти до 50%. Большие надежды на достижение таких показателей возложены на Институт региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами, которые на всей территории России начинают работать с 1 января 2019 года. Так в чем же будет заключаться деятельность нового института? Это организация, которая будет организовывать все транспортные потоки движения отходов. То есть она будет заниматься вывозом отходов с мест накоплений именно до полигона. Целью такого действия государство установило, чтобы именно отходы должны вывозиться только на полигон. Транспортная организация не получит своих денег за услугу вывоза, пока она не подтвердит именно завоз отходов на полигон. Таким образом услуга по вывозу ТБО окончательно переходит в разряд коммунальных платежей и в квитанции горожан, проживающих как в многоквартирных домах, так и в частном секторе появится дополнительная строка. С 1 января у нас у всех вырастет плата за вывоз и захоронение отходов. Поэтому мы должны будем увидеть уже ту какую-то ответную реакцию от тех органов, соответственно, за что мы платим. Это должны быть расставлены контейнеры, это должна быть у нас чистота в городе. До введения новой системы вывоза и захоронения ТБО еще почти полгода, а вопросов у бейчан уже более чем достаточно. И первый – о вероятной стоимости будущей услуги. Сейчас тяжело говорить по тем расчетам, которые мы производили самостоятельно. Это все-таки где-то на данный момент будет повышение в полтора раза. Но говорю вам прямо откровенно, этих денег будет недостаточно для того, чтобы все-таки выстроить всю эту систему. Значит, повышение будет дальше еще. Все-таки это цена регулируемая, это не просто региональный оператор рассчитывает, он обязан щитить эту стоимость и получить решение регулирующего органа. На установление тарифа. Тариф на обращение ТБО, или как его все чаще называют твердые коммунальные отходы, утверждается на уровне региона. Норматив накопления ТКО также устанавливается региональными властями или органами местного самоуправления, если регион передал им такие полномочия. Правила установления регионами нормативов прописаны в постановлении правительства России номер 269 от 4 апреля 2016 года. Так как услуга коммунальная, по действующему законодательству уровень роста тарифа на данную услугу не должен превышать 4% в год. Стоимость этой услуги, она будет составляться и стоимостью захоронения, которое устанавливается на полигоне, плюс региональный оператор сейчас каким-то образом будет рассчитывать, не знаю, региональный, это будет его расчет, стоимость транспортной услуги на километр. Соответственно, в связи с тем, что региональный оператор будет вывозить отходы не только по городскому округу, но и близлежащие районы, это у нас Ельцовка, Целинная, достаточно отдаленные районы, несмотря на то, что там очень маленькое накопление отходов и большое транспортное плечо, соответственно, усредненный показатель транспортных расходов ляжет на всех нас, независимо от того, что у нас транспортное плечо по городу значительно меньше. Всего в Алтайском крае выделено 6 зон. В Бийскую зону вошли 14 прилегающих городу районов и, соответственно, сам Бийск. Вопрос второй. Кто теперь должен заключать договоры на вывоз мусора? Собственники частных жилых домов и частей жилых домов. Часть пятая, статья 30 ЖК. Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах, магазинов, офисов и так далее. Управляющие компании ТСЖ жилищные кооперативы. Часть двенадцатая, статья 161 ЖК. Собственники помещений и квартир в МКД, если в доме непосредственное управление. Часть вторая, статья 164 ЖК. Образец типового договора с региональным оператором можно посмотреть в постановлении правительства номер 1156. И следующий вопрос. Освободить ли от оплаты услуги отсутствие договора? А здесь не является вообще, в зависимости не ставится наличие либо отсутствие договоров. Региональный оператор получает такую обязанность в момент заключения соглашения на получение статуса регионального оператора. Есть договоры, либо нет договора, поскольку содержание в чистоте территории относится не только к городскому округу, но это и пригород, и все села на территории Рибийской зоны. Соответственно, далеко не везде будут заключены договоры. Договоры сейчас у нас рассматриваются, могут заключаться конклюдентными действиями, то есть необязательно наличие прямого договора между потребителем и региональным оператором. Даже если у меня, как у потребителя, услуги нет договора, я все равно буду обязана платить стоимость этой услуги региональному оператору. За отсутствие договора на вывоз мусора собственников частных домов могут штрафовать от 1 до 2 тысяч рублей по статье 8.2 КААП России. Долги по коммунальным услугам взыщут по суду с процентами и госпошлиной, по аналогии с региональным оператором по капремонту. Так что платить придется все равно. И еще один нюанс для собственников жилых домов. Заключение договоров на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами обязательно. Накапливать твердые коммунальные отходы можно только в специально оборудованных местах. Такие площадки должны отвечать требованиям по охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим нормам. Сжигать отходы без специального оборудования, которое очищает выбросы, строго запрещено. Плюс для обращения с отходами 1-4 классов опасности требуется наличие лицензии. За нарушение всех этих правил можно заработать штраф. Если вы проживаете в многоквартирном доме, заключать за вас договор с региональным оператором сможет управляющая компания или ТСЖ. В случае, если на общем собрании собственников жилья будет принято и запротоколировано соответствующее решение, квитанции за обращение с твердыми коммунальными отходами вам будет выставлять региональный оператор. Кроме того, даже если в квартире никто не прописан и временно не зарегистрирован, начисление платы за обращение с твердыми коммунальными отходами будет производиться от количества собственников квартиры. Пункт 148. Постановление правительства номер 354. Отсутствие в квартире жителей не освобождает от обязанности платить за коммунальные услуги. Особо следует обратить внимание и на то, что в пункте 148. Постановление правительства 354 прямо указано. Коммунальная услуга по обращению с ТБО на общедомовые нужды не предоставляется. Но в любом случае отказаться от заключения договора ни жителям частного сектора, ни собственникам жилья в МКД будет нельзя. Объем контейнеров, это тоже будет рассчитывать на региональный оператор? Нет, объем. Не может так получиться, что вот каком-то там тупичок, где 5 домов, да, там стоит 2 контейнера, и на другой улице, где 25 домов, тоже стоит 2 контейнера? Нет, у нас здесь все достаточно просто, регулируемое и прозначенное. Когда заключается соглашение с региональным оператором, он обязан действовать строго в соответствии с переустановленной территориальной схемой. Территориальная схема разработана у нас Минстроем, Министерством природных ресурсов Алтайского края, утверждена Федеральным распространенным надзором в декабре 2016 года. Она сейчас актуализируется, подгоняется, но тем не менее проводилось именно четкое изучение логистики, изучение градостроительных норм города, и расставлены контейнера уже в соответствии с плотностью заселения. То есть не будет такого, что на два частных дома стоит два контейнера, и на два многоквартирных дома стоит два контейнера. В Бийске сбором и транспортировкой коммунального мусора сегодня, по официальным данным, занимаются семь перевозчиков. И вопрос следующий. Как часто должны вывозить мусор от многоквартирных домов? Согласно действующего законодательства, в холодное время года, при среднесуточной температуре плюс 5 градусов и ниже, вывоз мусора от многоквартирных домов производится не реже одного раза в трое суток. В теплое время года выше плюс 5 градусов один раз в сутки. В течение одного месяца допустимо отклонение от этой нормы не более чем на 72 часа. Единовременно в холодное время года вывоз мусора могут задержать не больше, чем на 48 часов. В теплое время года не более чем на 24 часа. Эти нормативы также указаны в приложении 1, постановлению правительства номер 354. А что делать с несанкционированными свалками, которые как грибы растут на городских пустырях, в тупиках улиц, на разваленных, списанных с баланса ветхих домов? Если вы видите, что уже образовываются какие-то свалки, вы должны сообщить это региональному оператору, который в свою очередь обязан их ликвидировать. И снова вопрос. Если региональный оператор будет обязан в любом случае ликвидировать свалку, то в чем будет заключаться мотивация граждан на то, чтобы мусор они выбрасывали туда, куда надо, в мусорные баки? Ну, региональный оператор Падабарец, конечно, подберет, но он подберет это, когда кто-то обратится, когда накопится мусор там свыше одного кубического метра отходов. Лето – это запах, мы сами всех не хотим, поэтому давайте выкидывать мусор. Это все-таки предназначено, наверное, для воспитания культуры экологического какого-то населения, чтобы уже организовать этот процесс, чтобы они были отлажены. И еще об ответственности собственника земельного участка, на котором образовалась стихийная свалка. В соответствии с пунктами 16 и 17 постановления правительства 1156 при обнаружении несанкционированного места складирования ТБУ объемом более одного кубометра региональный оператор будет обязан пожаловаться во полномочные органы и высылать собственнику земельного участка уведомление о необходимости ликвидации этой свалки. Собственнику участка надо будет самостоятельно ликвидировать свалку или заключить договор с региональным оператором в течение 30 дней. Если свалка так и не будет ликвидирована, региональный оператор устранит ее самостоятельно и затем уже через суд взыщет собственника участка свои расходы. До начала действия новой схемы обращения ТБУ ответственность за содержание городской территории возложена на муниципальное образование, проще говоря, администрацию города. Протокол коммунального рейда Официальное действие регионального оператора по обращению ТБУ на территории Бийской зоны и города Бийска начнется 1 января 2019 года. Второе. Жители частного сектора будут заключать договоры персонально жителям КД по выбору либо через управляющую компанию, либо напрямую с региональным оператором. Третье. Стоимость данной коммунальной услуги на первоначальном этапе вырастет приблизительно в полтора раза. Вся ответственность за чистоту города с 1 января полностью будет возложена на регионального оператора, включая уборку пустырей, завалов и так далее.